Яркое солнце и голубое небо – это заслуга тех, кто 75 лет назад принес стране великую победу. Один из них – Исхак Абдулович Ахмеров, разведчик-нелегал, работавшись 1901 года по 1976 в США. В разгар Великой Отечественной и после Исхак Ахмеров супруга Елены Ивановны и поставлял ценнейшие сведения, лично завербовав агентов из американских спецслужб и Госдепартамента. Им, бойцам невидимого фронта, сегодня на Химкинском кладбище открыли надгробный памятник. Набрал, конечно, самые редчайшие кадры. И Екатерина Исхаковна мне дала из семейного архива материалы. Вот Хелен Лауре, в шляпе – это вообще очень редкие кадры. Церемония открытия, участие в которой приняла Рустам Мениханов, прошла с воинскими почестями. Торжественности, в то же время теплоту событию добавило участие курсантов Преображенского полка и близких родных Читы Ахмеровых. Хочу прежде всего поздравить столетиям этой Татарской республики. Я не была ни разу, но мои друзья, знакомые, которые были, были прошены чистотой и красотой этой республики. Имя из Хака Ахмерова рассекретили только через 25 лет после его смерти. Мы даже, может, не знаем, какая величина его вклада в победу в Великой Отечественной войне. Но мы знаем, что этот человек всю жизнь служил нашей отчизне. И мы гордимся, что вот великий сын татарского народа сделал так много. И мы всегда будем помнить. Памятник установлен на средства Татарстана. Фоном ему служит вертикальная стела с накладным рельефом из нескольких элементов. Бруклинского моста, символ Нью-Йорка и Америки. И двух силуэтов Московского и Казанского Кремлей. Еще одним ключевым событием сегодняшнего дня стало открытие выставки в Третьяковской галерее. На Крымском валу с сегодняшнего дня и по ноябрь будут выставлены экспонаты Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. 48 полотен, специально отобранных для этой выставки, приуроченных к столетию ТССР, кисти всемирно известных художников. В 2012 году в Третьяковской галерее уже проходило две большие выставки из Казани. Одна была приурочена к дню рождения Бакюру Манче, другая к юбилею Николая Фешина. Выставка шедевра из Казани от Рериха до Кандинского расположилась в залах, которые рядом с основной экспозицией Третьяковки. Одного из самых посещаемых музеев мира. Эта коллекция находится в Казани уже 100 лет и это тоже очень важная дата. Она осталась там после большой государственной выставки, организованной молодым советским правительством. Работы Кандинского, Родченко, Степанова, Рериха, Ларионова и ряда других теперь будут радовать глаз и москвичей, и гостей столицы. Работы этих мастеров из Казанского музея постоянно участвуют в международных и российских выставках. Сегодня же делегации республики были возложены цветы к вечному огню и памятнику маршалу Жукову. Дань памяти 75-летию Победы. Дина Газалиева, Матвейшин Каренко, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5-705-100. Дина Газалиева, Матвейшин Каренко.